Приветствую вас! Ну, понимаете, довольно интересный вы задаете вопрос. Получается так, по-вашему, что мы должны вас ответить, дать совет, как вас поступать, помочь, чтобы вы поступили так, как, скажем, мы. И, значит, тем самым решили свою проблему. Уважаемый Аганин, я понимаю вас и понимаю, что вы пришли к нам за помощью. Но, скажите, пожалуйста, если, предположим, мы, или даже, скажите так, я. Если я помогу вам и отвечу на вопрос о том, значит, как вам, например, себя вести, что вам, например, делать, как вам поступать, то вопрос у меня такого характера, значит, что вы будете делать дальше? Что вы будете делать дальше? Понимаете? Ну, вот, и мы вам поможем, а дальше что? Дальше что вы будете делать? Вам же придется как-то дальше решать свою проблему. Вам же придется как-то дальше все равно нести ответственность за то, что вы делаете. А вы, получается, этого не хотите. Поэтому весь момент такой. Психолог может помочь вам лучше увидеть то, что происходит в жизни вашей. Понять себя, но не решать за вас. Это ваша жизнь. И вам нужно самому принимать решение за то, как она будет развиваться в будущем. Это ваша ответственность. Второй момент. Это некая такая, может быть, поспешность какая-то сквозит в ваших слогах и большая такая ориентация на самого себя. Быть может, это связано с тем, что вы, например, действительно боитесь повторения. И не желая того, чтобы с вами это произошло вновь, вы как бы думаете о себе. Это, в общем-то, нормально, но постарайтесь понять, что в отношениях всегда вам придется думать не о себе, а о другом человеке. И если о другом человеке вы думать не готовы, или думаете вы только о себе, а о нем нет, то, соответственно, отношения у вас, по крайней мере, построены на роднобразии, на каком-то вот партнерстве. Партнерстве, ну, к сожалению, не получится. Однобразие невозможно в этом случае. Я понимаю, что, вероятно, вам это будет неприятно, но тем не менее. Я присчитал ответы твоих коллег, и больше всего мне импонирует ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, который сказал вам, что предыдущие отношения нужно проработать. Мне представляется это очень правильной рекомендацией, правильным вообще советом, потому что это то, что определяет вас. То есть были отношения, отношения закончились, после этого два года у вас не было отношений вообще ни с кем, и вы были один. А, соответственно, сейчас у вас вновь появляется девушка, и вы, похоже, похоже, вы повторяете сценарий, который происходил с предыдущей девушкой. Конечно, непонятно, была ли у вас два года назад та самая девушка об отношениях, с которой вы говорите в контексте того, что у вас уже были похожие отношения. Не совсем понятно, была ли это та самая девушка. Но, тем не менее, та самая была говорит о том, что вы склонны выбирать девушек тех, с которыми вам сложно выстраивать отношения. И это может быть подслаблятельный страх, например, подслаблятельный страх близких отношений. Это может быть подслаблятельный страх сближения, например, с девушкой, подслаблятельный страх близости. Не обязательно, конечно. Не обязательно интимные близости, но то, что близость – это очевидный факт. И если вы боитесь близости, то, соответственно, вы боитесь что? Боитесь раскрываться, боитесь допускать свои личные границы, потому что знаете, что это повлечет за собой последствия. Вопрос в том, какие последствия это за собой повлечет. Например, вы будете чувствовать себя зависимым, а вы, например, не хотите чувствовать себя зависимым. Или, может быть, еще какие-нибудь последствия это повлечет. Здесь, конечно, нужно разбираться. Здесь нужно разбираться, но пока, пока то, что вы выбираете уже второй раз девушку, с которой у вас отношения сильно затруднены, наводит на мысли о том, что вы, может быть, целенаправленно так делаете. Только вот не осознаете этого, да? Не осознаете того, что поступает это. Соответственно, страх нужно найти и выявить. Далее, значит, вы говорите о том, что, значит, много переписывались, общения мне очень нравятся. Так, приезжаю. Если будем встречаться, то не очень часто у меня уже были похожие отношения, закончились они плачевно. Вот меня интересует плачевность. То есть, почему они у вас плачевно закончились? То есть, ну, вы расстались. Это понятно, что вы расстались. Но плачевно это почему? Вам больно было почему? Вы посчитали себя в контексте разрыва отношений как-то хуже? Вы стали думать о себе более негативно в контексте разрыва отношений? Или как? Или что? Вот меня интересует этот момент. Почему вы вот так реагируете? Чего вы боитесь? Понимаете ли вы, что страх делает вас не свободным? Соответственно, если вы не свободны, то вы не можете себя проявлять, вы не можете себя раскрыть полностью по отношению к девочкам, да? И из-за этого, собственно, могут быть проблемы, в том числе и проблемы, связанные с построением отношений с девочками. И проблемы могут быть самые разные, начиная от реализации самого себя, да? И заканчивая тем, что вы, например, будете постоянно испытывать на себе давление. Далее, не хочется повторения ситуации. Опять, вам не хочется не повторения ситуации как таковой. Вы, скорее всего, боитесь тех ощущений, которые вот последовали за этим самым разрывом. Но ощущения – это только ваши собственные переживания. Они, понимаете, не связаны с, например, девушкой. И они не связаны с чем-то конкретным. Поэтому я полагаю, что вам желательно бы все-таки вот отойти как-то от вот этого вот восприятия ситуации, только вот в таком немножечко эгоцентричном виде, да? В контексте только лично себя и приобретении ситуации более широко. И подумать, что пока вы с девочкой, например, встречаетесь, она вам, в общем-то, в общем и целом, она вам, ну, ничего не должна, и вы, в общем, тоже ничего не должны. Вот. И, соответственно, если вы ничего не должны друг другу, то момент здесь именно такой. Если вы ничего не должны, то чего тогда переживать? Почему тогда вы испытываете боль? Также хотел бы знать, как вы для себя представляете отношения вообще? Что они для вас? Вы вкладываетесь в них? Если да, то как? Если у вас есть какие-то ожидания, то, соответственно, как они проявляются, на чем они основаны и так далее. Вот. Ну, а вообще лучше всего девочке сразу сказать, что вы работаете далеко от города, приезжать вы часто не сможете. Единственное, что вы можете ей пока отдать, это отношения без обязательств. Потому что понимаете, что серьезные отношения при таком образе жизни абсолютно нельзя. И либо она будет вас ждать все время, что, естественно, не каждая девочка захочет, да, все время ждать. Либо вы просто-напросто оставитесь с друзьями и не будете даже друг другу давать надежду. То есть, понимаете, мне представляется ситуация вот именно такой. Мне представляется ситуация именно такой, что вы просто-напросто с девочкой обсуждаете это. То есть, пока, смотрите, пока, пока что-то такова, тогда она вас просто подвала в гуси. Может быть, над вами ничего и нет ничего, а вы уже там напридумывали в себе того, что и отношения могут быть, и все-все-все вот в таком духе. Это вот не нужно делать, потому что все-таки девочка, несмотря на то, что она вроде бы дает вам, как бы, ну, дает вам понять, что кто-то к вам чувствует, все равно, может быть, не чувствует ничего, или чувствует, но ничего серьезного. Вот, поэтому я думаю, что пока вам не нужно бежать впереди вправо вправо вправо, а просто дайте ей, пока, возможно, ну, немножечко, вот, как бы, узнать себя, reensп anysите, немножечко прочувствовать себя, и, дайте ей, и, дайте ей, эээе... так сказать, спаси близость, немножко. Это увидит, что у неё симпатия к вам действительно сильна, вот там составляете, и сразу ей всё расскажете, как Остении дела. Я думаю, что это будет, в общем-то, справедливо. И вместе вы тогда уже решите этот вопрос, который волнует вас. Этот вопрос связан не только с вами, но и с ней, да, решать именно вам вдвоём она будет. Вот как вы решите, как вы договоритесь, может быть, может быть, мол, не переживай, как бы я готов тебя подождать, вот, если что, я тебе скажу, например. Вот она так скажет, либо она скажет, хорошо, я тебя услышала, либо она скажет, просто давай пока оставим всё как есть, ты будешь работать, как ты работаешь, будешь приезжать, когда сможешь, мы будем встречаться, да, видно будет. То есть она сама, я думаю, вам предложит этот вариант. Ну, или вы предложите один из этих вариантов, и посмотрите на её реакцию, как ей понравится, не понравится, может быть, она что-то подкорректирует, вот, но в любом случае, это одно случилось решать между вам, а не вам с психологом. Вот. Если у вас отношения такие, что вы, как бы, равноправны, да, если девочка не та, которая ждёт от вас, то вы сразу все проблемы решить за неё. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, выбирать помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok